Украина. И в каком, в этом смысле, какие вы видите возможности сотрудничества с другой реформаторской силой? Я имею в виду. Осознавать, что программные позиции партии по строительству государства, вообще говоря, очень сильно отличаются от других и центристских, в том числе, позиций. Мы пытаемся строить государство на базе не этнической, а на базе политической нации, которая реализует потенциал независимых партий, которую вы называете партией Ланового Пензенека. Но я никогда не думаю, что Лановой Пензенек будет в одной партии. Понимаете, вот когда вы произносите партию Ланового, партия Пензенека, вот когда она будет партия, а не взгляды Ланового, какого-то блока предвыборного. И к этому надо идти, но надо различать все-таки, что то понятие центра, которое бытует у нас, и то понятие центра, в смысле, политических реальных, политических ячеек этого центра, которые сегодня начинают возникать путем создания партий примерно такого типа, как наша. Хорошо, я еще раз уточню вопрос. Как стать партией, представительство которой организация того региона, в условии Восточного или партия Восточного центрального региона? У нас есть организация, будет организация в Афганистане, у нас будет организация в Ровно, у нас будет организация, я уверен, во Львове, и сейчас будет планировать создание Тернополя. То есть это с таким явлением выходящих за пределы Украины. В конечном итоге у нас сегодня и порт. И поэтому партия будет очень аккуратно, внимательно сотрудничать с аналогичными группами в России, с аналогичными группами в Восточной Европе. То есть это другого уже плана геомолитетического явления, мы в этом будем принимать участие. Бизнесменам на Украине нечего делить, и они не будут делиться по каким-то национальным, языковым и прочим. Поэтому я думаю, что у нас есть шанс создать всеукраинскую. Игорь Тушин приводил такой разговор о двух, по-видимому, крупных руководителей крупных промышленных предприятий. Один к другому говорил, ну что, нас четыре года уже не собирали в этом здании. По-видимому, наконец-то мы опять встретились здесь, все возвращается. Насколько дееспособными ли... Между непонятными правилами игры сверху, которые меняются каждый день, и между этим и трудовым коллективом, который часто не желает воспринимать никакие правила. Возникает очень серьезный вопрос. Что такое сегодня директорат? То ли это... Стабильность их положения с одной стороны. И с другой стороны обеспечить стабильность с точки зрения реализации. И то, что директорам нужна политическая опора, а она в свое время была... Давайте вспомним то время. Я думаю, что многие из них уже хорошо понимают, что это... Хайпер действительно первая столица. Чрезвычайно приятно, что этот статус и политики... А если говорить всерьез, то мне бы очень хотелось, чрезвычайно хотелось как раз, чтобы... Понимаете, это не так правильно, это будет неподкриотично несколько изучать, чтобы Харьков не было, как доминировали в данной организации. Идеологически доминировали, политически доминировали, так далее. Вот мне бы очень хотелось... Следующий вопрос. Да, пожалуйста. Простите. Дорогие. Авиационные источники. По моему мнению, если мы говорим о будущем, а только с точки зрения слияния, но мы говорим о сценарии развития событий, может, на всех слистящих залах, это очень важно тоже осознать, потому что это принципиально другой подход к строительству государства. Государство не как способ реализации потенциала этнической нации, украинской нации. Этнический подход. Отсюда и мы считаем Россию естественным партнером для реализации идеологии суверентного государства. Более того, мы считаем, что моменты они вызывают очень серьезное реализмение. Поэтому просто сложно ответить на этот вопрос. Он заявил, что, безусловно, эта фигура Масола была согласована с наиболее вероятной фигурой. Как решается вопрос на сегодня? Есть ли там, и на сколько, в таком случае, процент союзников? Есть ли планы поэтапной замены? Какой процедуры, как утверждение предельно-министра, комитет, и полный совет? Да, есть ли планы поэтапной замены? Ну, я не ощутил симптом того, что президент был заинтересован в проведении выборов последних. Я был свидетелем того, когда он говорил, а что же вы там бездельники не помогаете и в духову пройти. Частично изменит, что позволит более успешно рассматривать ситуацию, по крайней мере, принятие процедуры проведения рефриендума по закону о власти. Поэтому я не думаю, что президент был в этом заинтересован. Ну, а что касается общей такой политической конвей, о которой...